Предупреждаю, значит, всем здравствовать желаю. И было сказано, что сегодня мы поговорим о празднике Пури. И, ну, я сразу скажу одну вещь, так как вообще основная форма, которой мы занимаемся на этих занятиях, это книга псалмов, то традиционно, это еще со времен Талмуда, псалмом праздника Пури считается 22-й, извините, псалом. Айеладх шахар, утренняя звезда. И это один из самых мрачных псалмов вообще-то. То есть это псалом, который начинается Эли, Эли, Лама Азавтани. Боже мой, почему ты меня оставил? И если кому-то, вот, на самом деле, псалом о тяжелой болтанке настроения автора, если вы отслите, прочтете этот псалом, вы увидите, как автора носит от вот этого мрачного крика начало, Боже мой, зачем ты меня оставил, до восхваления Всевышнего. Я предлагаю, каждый сам прочтет, я не буду разбирать этот псалом сегодня, потому что говорить буду про Пури. Но еще раз, этот выбор, он несколько неожиданный, я бы сказал, 22-го псалма. Хотя понятно, что утренняя звезда Айеладх шахар, так принято понимать это, связан с именем Эстер. Эстер, по всей видимости, все-таки это слово означает звезда. Хотя, можно поговорить про это имя подробнее, но вообще-то звезда, да. Поэтому ничего удивительного, что утренняя звезда, но у нас сегодня... А, как раз Венера на данный момент утренняя звезда. На данный момент, сегодняшний день, у нас Венера видна утренняя, а не, наоборот, не вечерняя, не вечерняя, а утренняя. Давайте попробуем чуть-чуть про другое. Значит, не про псалмы, а про сам Цвета Кастер. Знаете, вот впечатление, которое осталось на всю жизнь. Мы сидели там в Москве, читали свиток Цвета Кастер в синагоге, в малом зале, хасидском зале. Рев стоял страшный, как и положено. Каждый раз, когда произносилось имя Аманов, все топали и хлопали, и затричивали это имя. Я так всюду, где я привык это слушать. И кто-то из солидных людей очень, не молодой, солидный человек, сказал, что вообще следует... Это священный текст, следует слушать его с пиететом. Какой шум, почему так невежливо. Я, кстати, видел такие проповеди и более старые, там, 19 века, что этот обычай, он какой-то неправильный. В основном немецких авторов, потому что, ну, как бы, халут, рожь в синагоге, вот такое легкомысленное отношение, оно неправильное. И действительно, ну, идет торжественное чтение свитка библейского, который входит в канон Танаха, который входит в библейский канон. И тут в это время все как-то совершенно безобразно себя ведут. И опять, чтение, вот такое быстрое чтение свитка, как бы не вызывает желание хулиганить. Да? А, в общем, поведение во время чтения этого свитка вполне себя хулиганское. Тем не менее, я хочу заметить одну вещь, что когда начинаешь читать этот свиток внимательно, то, как обычно, при внимательном чтении, пословном, мы это делаем регулярно. Понятно, что когда речь идет о пословном чтении, там, внимательное исследование каждого слова, то как-то, наоборот, общий смысл, общее настроение текста, оно теряется. Вот есть такая вещь, которую надо еще понимать и любить, это настроение текста. А настроение его, как бы, когда начинаешь проверять общий стиль текста, то вдруг начинаешь понимать, что кто-то над тобой немножко издевается. Причем возникает впечатление, что это фарс какой-то перед нами написан. Именно вот форма произведения, она фарсовая. Причем, я хочу заметить, вот передо мной лежит большая таблица анализа текста на фоне известных нам персидских всяких дел, в основном греческих авторов, это Геродот, Ксенофонт, ну еще там кое-кто. Вот. И мы понимаем, что вот исторический какой-то аспект, что человек, который пишет книгу Эстер, он знает город Шуша, то есть город Суза. То есть Хузистан, в случае, если вам интересна география, он знает, о чем говорит. Реалии, которые в книге Эстер написаны человеком, который хорошо знает реалии города Суза. Знает дворцовые какие-то явления. То есть пишет человек, знающий. Это не поздняя какая-то запись, это запись современника. Ну, то есть после событий, но человек, который в курсах, что там происходит. А вот когда начинаешь читать, то вдруг неожиданно первое, что бросается в глаза, например, у меня это началось с того, что я стал записывать как-то все пьянки. Все, ну давайте, обычно переводят пьянка, что никто не переводит, а совершенно напрасно. В оригинале царь раз за разом устраивает миште. Миште – это от слова пить. Мы переводим это слово, мы переводим это старательно, переводим оборотом. Книг, да? Ну вот сколько я читал этих книг. В третий год царствования устроил он пир для всех вельмож и слуг. Являя богатство и так далее. И пили питье шлочинно. И ваше ты тоже устроил женский пир. Ну, я не буду сейчас все слова пир искать, которые у меня в переводе передо мной. Но миште – это пьянка вообще-то, так если дословно переводить, то это пьянка. И вот ежели записать то, как записано это в книге, то просто возникает состояние, мы приходим в состояние некоторого восторга. И начинаем вот читать, вот давайте я так попробую прочесть, что у нас получается в итоге. Значит, на третий год своего правления персидский царь Ахашвирош отправился в 187-дневный, нет, в 180, в общем, запой на 180 дней. А для того, чтобы не быть полным алкоголиком и не простукил алкашом, то Павелёк явствует всей знати империи. В конце царь, выходить надо аккуратно из запоя, устроил семидневный заплыв пьянки. Это следующий запой, который был. И когда царь уже не вязал лыка, я так немножко вольно перевожу, но смысл, я нигде не отклоняюсь от смысла ни на слово, повелел своей жене предстать перед всеми собутыльниками в короне на голове, но митраж говорит в одной короне на голове. Я хочу заметить, что тут у нас есть свидетельство и ксенофонта, и геродота. Персы выпить любили. Это правда. Но, да, на пиры официальные царица приглашалась, и царица присутствовала на официальном пире. Но, как только дело переходило к пьянке настоящей, то царица отсылалась, потому что негоже женщинам на таком присутствовать, а на ее место приглашались наложницы и прочие дамы полулегкого поведения, или совсем плохого поведения, и пьянка проходила при них. По этому поводу на семидневную пьянку приглашать царицу, это, в общем, просто неприлично и безобразно. Тут надо заметить, что во времена палмуды у евреев всего этого уже не было, и таких пьянок евреи толком не знали. По этому поводу они как бы неприличие этого призыва пытаются передать мидражам, которые путешествуют из мидража в мидраж в одной каноне, без всего. Но это просто попытка неприличия, которая сам по себе вызвать царицу на пьянку, это совершенно непристойное действие. Это попытка описать эту пьянку более ясным языком. Значит, приглашал привести царицу в аште на пьянку, на что царица с этим предложением послала царя туда, куда послала бы любая нормальная жена, в смысле «пойди проспись». Причем для того, чтобы вот совсем было замечательно это читать, для того, чтобы вот это было совсем красиво, вот смотрите, царь посылает за царицу. В седьмой день, когда стало хорошо на сердце от царя от вина, то есть царь лыка не вязал, я перевожу вот с официального языка на содержательный, когда стало хорошо на сердце у царя, то это он уже совсем пьяный был, то он сказал «Мегуману бесте хрване, бекте афгатисы и тару каркасу, семерым явнухом, присутствующим перед ним, привести царицу в аште». Вообще зрелище, как семь слуг царя. Слово «сарис» означает вообще-то «слуга». Может быть, и еблых, может быть, и нет, физиологически. Значит, и вот семь деятелей отправляются привезти одну царицу, а как меньше никак нельзя. Ваш ли его, ну, естественно, посол, как нормальная жена, что-то на тему и пойди проспись. Но, к несчастью, там было еще семь царских юристов, собутыльников царя, которые постановили, что этот женский посыл подает дурной пример женщинам империи. Это, в общем, как надо было мадраться. Что этот женский посыл – дурной пример. Развод тут неминуем. И мало того, что, не просохнув, решили оповестить об этом всех жителей империи. Вот, смотрите, ничего, по-моему, весьма анекдотично звучит. Значит, «И если царю угодно, пусть выйдет царский указ и будет записано в законах Персии и Меди, и не перейдет о том, что ваше ты больше не явится к царю, а престол передаст царь кому-то другому». Простите, Раввия, вы показываете в тексте что-то? Я ничего не показываю, я просто зачем? Кто хочет, может открыть текст и смотреть. Но вот этот девятнадцатый стих первой главы. Я не знаю, у меня весьма качественный перевод издания друга Гринберга Гешрей Тарбута. Значит, у меня издание Гешрей Тарбута перевод, там очень качественный перевод, качественный русский перевод. Значит, намного лучше, чем и Масанаевский, и Масадоров Кук. У Гринберга перевод лучше всех, ну, из тех, которые мне на данный момент известны. Значит, по этому поводу о делишках надо рассказать всем. Ну, как же иначе? Как будет народ империи? Да, учтите, что когда говорят эти самые сановницы Персии и Мидии, то это войны, это граждане. Это официальный термин, принятый в империи. Именно вот две титульные нации, Персия и Мидия. Так это называется стандартно. Значит, и это, то есть, ну, все должны знать о том, что произошло, этот скандал, нужно сделать достояние всех. И с фельдегерской почтой, то, что здесь написано только на Еге, употреблены персидские термины, обозначающие именно фельдегерскую почту, читайте Геродотта, Ксенофонта, опять зависть с дорогом персидским. И фельдегерской почте персидская у греков прет из всех текстов, и даже у римлян, когда они пишут о Персии. Да, учитывайте, и тот из вас, кто смотрел фильм «Триста спартанцев», последний, вот не тот, который мы в детстве смотрели, где показывалось, как хорошо спартанцы умеют целоваться. А нынешние «Триста спартанцев», где это они все там каченные бодибилдеры, то когда вы видите вот этого жуткого эксеркса, который там всего из себя в персинге, то вы учитываете, что это пародия, культурная страна перс. А дикари – это греки, это правильно. Дикарями там должен быть греки стопроцентный, край мира, абсолютнейшие дикари живут в Греции. А культурное место – это Персия, более того, для тех, кто, может быть, упустил эту деталь, она почему-то в учебниках не пишется, совершенно напрасно. Культурные люди Греции, музыканты и прочие эмигрировали в Керсию, там хорошо было с работой для культурных людей. И вот когда вы в книге Даниэля, например, читаете «Выход оркестра», то название инструментов греческие, играют на ней греки. По этому поводу культурные греки с поиска зарплаты ехали в Персию. Это вот как, ну вот, где можно хорошо заработать музыкант. Все знают, в какой стране, да, по этому поводу именно вообще-то культурная страна Персия, а греки это люди глубоко без культуры. Кстати, раздетый персидский ксеркс это бред сумасшедшего. Наоборот, персы одевались довольно тщательно, очень кожанно и одежда была красивой персидской. Значит, поэтому вы учитывайте, что там наоборот, гитари борются с культурной нацией, которая пытается их завоевать. Вообще, это правильная расстановка стран. Так вот, значит, по этому поводу давайте вернемся к нашим баранам. Фельдгейгерская почта Персии вещь известна, и вот гигеря, почтальоны, гонцы едут по всей империи 127 областей, сколько там, 14, по-моему, 23 сатрапии на тот момент. Сатрапия это то, что в России называется, ой, 83, чего, как это называется, федеральных, большое такое федеральное образование, оно делится внутри себя на улице. значит, значит, когда, значит, и вот идет сообщение, всем поведали, что царь надрался, а его жена послала. Жена царь, когда царь проснулся, все-таки просмался, и возобил, что теперь делать, то назад ничего не отзовешь, публика уже знает, вернуть жену, которая так тебя не уважает, ну, никак нельзя, и его приближенные начинают его утешать. И говорят, что давайте проведем конкурс названия Мисс Персия, и та, которая будет лучше всех, ту и значит, царица. Понятно, что уроди на этот конкурс не допустили, поэтому победила не самая красивая, а самая умная. Там, ну, уродливых не было вообще. Победила самая умная, это Эстер. Умная она состояла в том, ее тоже довольно внимательно читайте, это место, оно весьма откровенно, Эстер, прежде чем пойти, да, нетрудно догадаться, что в конкурсе один судья, которого зовут Ахашвирош, и он выбирает Мисс Персия далеко не глазками, читайте внимательно, как там описано, умощение кожи и прочие, прочие прелести, которые там описаны подробно про Эстер, они ну не для того, чтобы любоваться, а совершенно для других утех. По этому поводу опять Эстер вместо того, чтобы пытаться стать красивой, расспрашивает внимательно дворцового Евнуха, чего царю и как царю нравится. Похоже, что Евнух ей честно рассказал, Эстер честно выполнила и опять она становится царицей, что было отмечено очередной пьяной. Правда, без эксцессов на этот пьян. Тем временем вторым лицом империи становится злопамятный чистолюбец Амана, он именно злопамятный чистолюбец, он так и описан. Видел, что некто Мердыха иудей ему не кланяется, решил перебить всех иудеев империи, ну, не знаю, чем он руководился, наверное, чтобы кланялись лучше. Что касается не кланяется, я не знаю, нужны ли отступления, насколько это странно или не странно, дело в том, что вообще-то премьер-министру в Персидской империи кланяться положено. То, что евреям всегда можно не кланя, мы кланялись власть придержающими, это все знают. Но, в Авенгельской синагоге до 20 века и даже в 20 веке в синагоге висел большой портрет Папы Римского. Обязательно. Текущего Папы Римского, потому что он официальный сюзерен области, это папская была область, и, соответственно, он официальный сюзерен еврейской общины, и в знак уважения к нему в синагоге всегда вешался портрет, текущего Папы Римского. Кстати, во всех папских областях это делалось, во всех синагогах. Кланя, уважение к власть придержащим, оно как бы никогда не было проблемой, а Папа Римский в этом смысле образец, но, например, на Папу Римского положено произносить тоже благословение, что и на цели. Я пытался выяснить, нужно ли на русского патриарха, и мне кто-то сказал, что нужно. Говорить тоже благословение, что и на цели. Значит, Аман, да, то, что Мордехай не кланяется, тут есть некоторое обоснование в истории. У Амана по некоторым признакам есть титул приближенный царя, это титул на современную терминологию орденоносец. Он у нас не просто знатный человек, он у нас орденоносец. И это специальный титул, который позволяет ему не кланяться даже второму лицу государства. Значит, Аман, да, значит, Аман по этому поводу объясняет царю, что от евреев одна один вред, царь соглашается, и в честь этого замечательного события они в очередной, уже четвертый раз в книге садятся пьянствовать. Ну, вот, слеживайте. Четвертый раз в книге они садятся пьянствовать, тем временем Мардаха убеждает свою племянницу, по всей видимости, но близкую родственницу, которой он был опекуном, объясняет, что надо уговорить за евреев царя, чтобы этот погром отменить. Да, дело происходит, читайте внимательно, даты приведены, перед очередной пьянкой, только теперь еврейский, дело происходит перед Песохом. А в Песох евреи, как известно, пьют тоже весьма основательно. Четыре бокала вина это сегодняшним европейцам на один зуб. А тогдашние времена там в Талмуде есть, что Раф такой-то в Песох у него были серьезные проблемы, как выполнить заповедь четырех бокалов, потому что ежели он выпьет четыре бокала вина, он пьян будет от Песох до живот еще 50 дней. У евреев средиземноморский народ с синдромом, называется это в науке синдром румяной щеки, плохое выведение алкоголя из организма по этому поводу напившийся еврей он долго пьяный еврей. По тем временам сейчас научились с этим справляться, евреи пьют тоже неплохо, хотя я знаю несколько людей с с быстрым мучей. Им немного нужно, чтобы напиться и не просыхают долго. Но это наследство как раз то самое древнее, это древняя генетика связана с слабой выработкой алкоголь дегидрогеназа, как мне объясняли врачи. Да. дело происходит перед большой еврейской теперь пьянкой в связи с Песох, но пьянку отменили. Вот первый случай отмены пьянки в книге Эстер. Вместо этого объявили пост. А вместо этого Эстер приглашает Амана и царя, точнее царя и Амана к себе на пьянку. И устраивает отдельную пьянку для двух деятелей. На следующий день продолжают этакий Песох Шиниш и Голует. значит и там происходит сцена, которая вот ежели представить себе глазками, то это будет не трагедия, а некоторые совершенно вот на сцене это будет полный фарс, потому что царь, когда Эстер говорит, что вот этот вот злодей Аман пытается нас, вот и меня лично покушает, покушается, царь взлобно уходит, Аман бросается на ложе, ну, едят тогда возлежа, так как приличные люди, как положено в пасах, сегодня, ну, сегодня вместо этого опираются на левую руку, бамасибатсмон, вот такая вот книжка, 70 страниц, на какой угол надо отклоняться, когда опираются на левую руку во время, нет, не 70 рук, все-таки 40, 40 страниц, на какой угол надо отклоняться, когда собираются выпить, опершись на левую руку, это изображение, что мы здесь едем лежа, да, значит, Аман бросается к Эстер, тут входит царь, обнаруживает, что Аман вообще лезет на ложек царицы, и в общем царь, тоже будучи не совсем тверезом, судя по всему, и, значит, и, значит, отправляет его казнить, да, причем там совершенно великолепный разговор, когда Харвана говорит, а вот и виселица, которую Аман построил для Мардыхая, который желал добра царя, так что из формулы, значит, это вот классика по поводу современном мире, ее очень любят классическую формулу, как сказать фразу, где в двух частях будет правда, а слушающий услышит совершенно не то, что там звучит, потому что из фразы звучит, что Аман приготовил виселицу на Мардыхая за то, что он желал добра царю, а на самом деле как бы две части не связаны друг с другом, но кто из слушающих успеет поймать человека на вранье, он не врет, он и то правда, и это правда, но не за это он хочет повесить Мардыхая, как мы понимаем. Значит, в результате, значит, Амана казнили, и в очередной раз были опять посланы подробные описания, как Фельдгейгерская почта разносит указ, как положено на всех языках империи, кстати, это зафиксировано, это действительно деталь, она действительно в Версидской империи была принята, указы переводились на все языки, значит, и указы о том, что погромщикам можно сопротивляться, засланы всем, и в очередной раз устраивается в узком иудейском кругу попойка, очередная пьянка. После этого в конце 13-го числа Адара, евреи иудеи, в книге Эстер, разобрались со своими врагами и устроили грандиозную пьянку в очередную. А в столичной резиденции, ну, не буду рассказать, как встроен город Сусана, там есть две части, дворцовая и городская, они дворцовой части устроили очередной погром, продолжили и устроили пьянку в честь такого радостного события на следующий. Поэтому Эстер и Мордехай постановили, что нужно такую пьянку устраивать каждый год в честь этого события. Вот скажите, после вот такого описания, я замечу, я могу вам все стихи, которые я сослался, я ведь недомысленно ничего, я просто изложил книгу, где каждое отдельное событие кончается пьянкой, такой, капиталь. Как вы думаете, откуда у иудеев обычай в праздник Пурим устраивает грандиозную пьянку? Ответ в исполнении того, что написано в книге. То есть вот это шутки, которые вроде бы вот эти шуточки, которые идут, они же там хватает шуток, там шутка начинается ведь самое начало, которое автор книги эстерс завуалированно рассказал некоторую другую историю. Вот смотрите, первая пьянка, которая была, которую царь на третий год своего царства устраивает в самом начале книги, а ведь у нас есть описание о том, о том, как другой царь устроил тоже пьянку Лехоль-Авадар всем своим слугам приближенным. Царя зовут царь Соломон, это третья глава книги царств, в честь чего, значит, в честь чего устроил эту пьянку царь Соломон, пир, в честь того, что ему даровали мудрость правления. И пьянка тоже отличилась некоторой женской разборкой. та царя Соломон, когда две дамы суперлегкого поведения, их профессия там так и обозначена шлюхи, устроили разборку по поводу чьего-то ребенка. Один мертвый, один живой. И царь Соломон решил легко эту на месте, даже обойдя без свидетелей, без всего прямо на месте решил этот вопрос. Можно было провести следствие, найти, кто принимал роды, найти все, что нужно, вместо этого царь Соломон. Решил на месте всевести вопрос, знаменитый это сам, не тебе, не мне, да, чем укрепил убежденность своих поданных в том, что он мудрый человек. История, которая здесь у нас в книге Эстер, как раз как бы в мозгах царь Вахашвирошу отказов. То есть такой же, такая же пир, такая же женская разборка, только вместо мудрости совершенно дикая история. Я хочу вот некоторое, вот то, что перед нами некоторый такой юмор, очевидный. То есть неочевидный. Я вот честно говорю, что у меня некоторое хобби проследить насколько в Танахе есть юмористические части. Не то, что они нет, они не юмористические, там регулярно очень едкий сарказм. Она начинается с некоторого сарказма на самом деле, может быть, кто-то не замечает, но Адам в самом начале книги Бариши, когда произносит женщина, которую ты мне дал, она, но ведь перед этим этот тот самый говорит, это плоть от плоти, кости от моей. Вот эта перемена Адама, вот рассказчик, когда в рассказе, вот эта перемена, такая очень горькая ирония вообще во всей этой истории. Вот некоторый сарказм, который есть, он вот есть. но есть еще одна вещь, которую книга Эстер, она очень важна, которую, может быть, не замечает, это видно только при исследованиях, вот ежели внимательно следить за книгой, и которую при простом части чаще всего незаметно. Значит, давайте смотреть, кто главный герой книги. Вот теперь я чуть-чуть более серьезно, но он будет неожиданно. Кто главный герой книги Эстер? По идее, мы привыкли к тому, что это редкостный случай, книга называется по имени женщины, по книге Эстер, и там всего четыре главных героев. Ну, не считая там тех, кто называется один раз Дети Амана, семь слуг, семь советников, это все не в счет. Два заговорщика, это все второстепенные персонажи, а вот кто сколько раз упоминается, давайте по-другому. Итак, у нас Мордехай, Эстер, Ахашверош и Аман. Мордехай и Эстер и Аман все более-менее одинаковое число, раз упоминается, раз пятьдесят в Сыри, приблизительно, куда-сюда. Ахашверош иногда царь, Ахашверош, иногда Ахашверош, а иногда просто царь. Двести раз. Двести. Вот честное слово, если как кто-то из персонажей упоминается в четыре раза чаще, больше, чем все три остальных главных персонажа, то он и есть главный персонаж. По этому поводу я утверждаю, что Магеллата Свер, главный персонаж, на которого надо обращать внимание, это Ахашверош или царь, в зависимости от того, как он называется. Это несколько неожиданно, потому что вроде бы царь Ахашверош всюду, где упоминается, он упоминается как весьма анекдотная личность, личность достойная анекдота, но почему-то он как бы все время выпячивается, выталкивается на первый план. Весь рассказчик упорно выпячивает царя. Наши мудрецы надо сказать, вот давайте чуть-чуть о персонаже. Вот если Аман персонаж очевидный в том смысле, что если собрать все, что про него рассказано, то у нас получится чистолюбивый, наверное, умный, суеверный довольно-таки человек, но это вообще все, что мы про него можем сказать. Про Миры, понятно, что не дурак, человек на такой пост дурак не поднимается, это вот царь может родиться дураком и спокойно сидеть на престоле, а премьер-министр дураком не может быть по определению, просто потому, что никто не позволит туда, к этому посту подобраться полному дураком. Ну, я не верю в такую возможность. Значит, давайте смотреть на царях и шварож. но добротно выполняет представительские функции, да, демонстрирует всем народам богатство, слоны, слава царства своего и ценности, великолепия и величия своего. Вот дословно читаю стих. Богатство, слава, царствие и ценности, великолепия и величия. Вот четвертый стих но являя богатство, слава царства, ценность великолепного его величия, тут аккуратно кто-то попытал в переводе, которое передо мной там старательно смягчено вот это вот нагромождение, тем не менее. В стиле проблем мы замечаем, что он предпочитает то, что называется административный ресурс. Это означает сам в дела не лезет, а на нужные места назначает нужных людей. Главное назначить нужного человека на нужное место. Это очень хорошо свидетельствует о царе. Лезть самому в каждую дыру это есть пыли правителей в таком стиле правления. История их любит, они как бы романтичны, с них проще писать героя, чем вот с таких. Параноидально обеспокоен своей безопасностью, это видно из рассказа умер в безопасности во дворце. Зная историю Персии по Геродоту, у него есть все основания быть, то есть сказать, что он напрасно совершенно опасается, нет, неправда. Заговоров хватает. Вот этот царь Ахашвирос как царь Ахашвирос. На самом деле, вот почему книга Эстер, и это хватает исследований на эту тему, она на самом деле написана под мощнейшим влиянием книги Бориши. Хотя текстуально это не видно, но по стилю есть один очень важный признак, а именно книга Бориши и книга Бытия. Почти во всех ее рассказах есть персонаж, не названный по имени и иногда не упоминаемый даже, но он там есть. Не видя этого персонажа, вы неправильно понимаете, рассказы книги Бориши. Вот давайте простой пример. Яков обманывает отца, выдает себя за брат, после чего отец его выпинает из дома, или Яков по совету матери тоже убегает из дома, потом ему подсовывают одну сестру вместо другого. Мы хорошо видим вот это мера за мера. Как ты поступил, так и с тобой поступил. Но понятно, что за кадром там есть тот, кто это учинил, а это всевышний собственный персон это учинил. Точно так же в рассказе о Йосефе, рассказ о том, как Йосеф попадает в Египет, это как бы братья караваны купцов, футифар, то, сё, пятое, десятое, и только в конце Йосеф произносит центральную мысль, я не случайно сюда попал, меня послал Бог, чтобы спасти вас от голода. В конце Йосеф произносит. То есть там ткет ценить, где есть тайный управляющий всем этими делами. Значит, как написано в Медраше, темны пути Машиаха, он встречается на дороге в Тимну, это Йосеф встречает, Раши там не выдерживает, пишет ангела, в Датан, извините, Раши не выдерживает, когда Йосеф идет, ищет братьев, вот он встречает прохожего, который спрашивает, Медраше моих братьев, и тот говорит, они пошли в Датан, Раша там пишет, это ангел, это ангел, тот, кто сказал. То есть Йосеф не может не встретиться с Братьев, потому что Всевышний ткет свою ткань повествования, свою ткань истории, у него свои долгоиграющие планы, этца, на иврите, вот эти долгоиграющие планы, это этца, это и есть слово этца, которое там. Теперь, в книге СНР точно так же, вот очевидно в некоторых моментах, что там происходит вмешательство Всевышнего. Например, в шестой главе первый стих «В ту ночь не спалось царю и повелел он принести памятную книгу хроник, и они зачитывались перед царем. И обнаружилась запись о том, что рассказал Мордыхе обектане и тереше, двух царских слуг и стражей при входе, которые задумали поднять руку на царях «В ту ночь не спалось царю убегал сон царя». Вот дословно «надэд» это, знаете, вот птица ходит ножками, это «надэд» слово. «надэда». Или перелетные птицы, например, точно так же употребляется тот же корень. То есть отлетал сон царя, может быть. Но это как бы подлежащий сон сказуем убегал. Сон убегал. Таргун и вместо того, чтобы писать «тунохи царь лишился сна», переводят «тунохи свыжнее лишил сна царя». В ту ночь свыжнее. Не выдерживает септуагинта. Септуагинта точно так же. В ту ночь Бог послал септуагинта это перевод на греческий, древний перевод на греческий. В ту ночь Бог прогнал сон царя. Это просто вот это по смыслу правильно. Это там имеется в виду. Но в книге Эстер вот этот стиль скрытого героя он доведет до запредельного уровня. Всевышний, который вмешивается во все эти дела, он там есть. И то, что это именно злостное неупоминание всевышнего по всей книге видно из вот Мердыхай говорит с Эстер 4 глава 14 стих. И повелел Мердыхай передать Эстер не взомни в душе своей, что ты сможешь спастись в доме царя одна из всех иудеев. Ибо если промолчишь, смолчишь такое время, облегчение и спасение придут из иного места, а ты и дом твоего отца пропадут. И кто знает, не для этой ли поры ты достигла царского величия. Митя, вот уважение, вот то, что торгум неправильно переводит, это зря говорит Тунокис сегодняшний прогнал сон царя, по смыслу правильно, а произносить это вслух не надо. Из уважения к Мердыхаю. Мердыхай ту же самую мысль. Кто знает, не для этой ли поры ты достигла царского величия, он очевидно подразумевает, не для того ли Бог тебя на это место позволил попасть. То, что Эстер именно так понимает этот пассаж. Очевидно, после этого она просит объявить пост и молитву. Очевидно, она поняла, что говорит Мердыхай. Очевидно, Мердыхай может быть в реалии сказал, может быть, упомянул Бога. Но книга Эстер убирает этот мотив. Убирает эту фразу. И вот здесь я хочу заметить, что такое красота Медраж. Есть известный Медраж о имени Мердыхай. Все понимают, что имя Мердыхай это персидское. И если кто-то помнит начало книг Даниэля, то там мальчики из еврейских домов попадают ко двору царя, и им всем дают другие имена. Им дают имена в честь богов, местных богов, в честь бога Мега. По этому поводу Мердыхай очевидно это имя бога Мордуха, но мы знаем это переименование детей в честь местных таких периодов. У него где-то есть еврейское имя, вот что очевидно. У него есть еврейское. А как у Эстер есть два имя, местная звезда, это не Аштарта, хотя вполне есть Медраж о том, что имя Эстер это Аштарта, богиня плодородия, хотя думаю, что это звезда именно, но просто потому, что если бы имелся Аштарта, она бы писалась через шин это имя, она была бы Аштарта, этот шин переходит по третию. Но тем не менее, и по этому поводу Медраж говорит, Мердыхай это Малахи. Пророк Малахи вот теперь вот это важный момент. Почему вдруг неожиданно Медраж говорит Мердыхай Ху Малахи? Вот неважно почему, но главное состоит след пророк не видим нигде пророческих каких-то действий, функций, указаний. Он говорит как интеллигентный человек, не будучи пророком. Вот когда он не в состоянии пророка, он говорит как интеллигентный человек. Кто знает, может быть, для этого ты попал. Вот категоричность интеллигентному человеку, как учит меня моя жена, истинно интеллигентный человек, я человек из рабочих кварталов. Нет, не подумайте ничего, у меня пап-мама, кандидат наук, но вырос я в рабочем квартале, поэтому не столь интеллигентен, но характерный для интеллигента признак это отсутствие категоричности в эсказе. Интеллигент говорит мягко. Он о том, что категорически недоказуемо говорит с оговорками. Он пытается так вот Мардахай говорит как интеллигентный человек. Вот не как пророк Малахи, которому у него все доказано. Он говорит о Домине Всевышнему. Там все просто. Мардахай говорит интеллигентно. И когда дело доходит о вещах великих и страшных или невеликих и страшных интеллигент начинает пытаться сказать обходном образом или начинает слегка посмеиваться. между прочим, простые люди тоже. Скажем, простые люди, когда говорят о домовых привидениях, они слегка подтрунивают над этим. И не то, что они в это не верят. Но но и вот здесь мы вдруг понимаем одну вещь. Когда евреи, когда Талмуд и Медраж нам говорит, что в Сыду, где сказано Ахашвирош, это Ахашвирош, а в Сыду, где сказано царь без титула, это царь царей, ну, точнее, царь царей, царей обычно титул не император, а такой ну, шах-эн-шах персидский, это царь царей, император, а царь царей царей трехкратно это пантократор, если вам нужен титул, это над император. Значит, то в Сыду, где говорится царь просто без указания имеется в виду святое будничное, вот я буквально текст Медража прижил, кодыш выходит, то есть одновременно имеется в виду и Ахашвирош, и царь царей, вот это сокрытие, что царь книги Эстер, это когда без дополнительных указаний, это всевышний, который вмешивается в истории, я хочу заметить, что сокрытие, они же на самом деле очевидны, вот это скрытие имени Мордехай, за именем совершенно языческим, Мордехай, скрывается пророк, значит, Эстер, это вообще-то за красотой Эстер, скрывается некоторая связь, это странно, немножечко для европейского человека красота выражает святость, Медраж в данном случае говорит прямо обратное, что Эстер, это ну сокрытие некоторое, и, кстати, где святость скрывается за красотой, несколько более приземленный, но очень любопытный такой взгляд, и опять Медраж, я напоминаю, что еврейское имя Эстер Хадас, Хадаса, это мир, благовонное растение, значит, это если кому-то интересно, то Мардахай в Медраж связан со словом мира, не буду идти подробно в Медраж, мира, это благовоние, благовоние в еврейской символике это кого не видно, но кто ощущается, это вот такая идея, вот книга Эстер это тот кого не видно, но кто ощущается, значит, вот теперь я возвращаюсь к пьянкам, мы сказали, что Ахашвирош вечно пьяный по книге, никогда не трезвый, при этом он всегда как бы в глупом положении, вот довольно важный момент, который вот если мы говорим про царя уважительно, который умеет демонстрировать и так далее, но при этом он всегда в глупом положении, во-первых, вечно пьян, пьян, во-вторых, он попадает в глупое положение с первой жены, которая ему не подчиняется, он попадает в глупое положение с эстер, кстати, которые вообще от него скрывают свое происхождение, но вот здесь самое главное, то, чего мудрецы упорно бьют в эту точку, когда они при этом говорят, что Ахашвирош это всевышний и вот этот вечно пьяный царь в одном лице, то Ахашвирош творит историю именно именно он когда он глуп и пьян и когда он умен и трес он в любом случае творит историю он и никто другой он договорится с Аманом он выбирает эстер он приближает Мартахая неважно будучи не выспавшимся как в начале шестой главы будучи пьяным как в конце первой главы будучи пьяным когда он договаривается с Аманом то если хотите будничный Аман который это когда просто царь будничный царь это мировая история как она есть при этом вот что важно все мотивы царя почему он выбирает снимает ваш почему он назначает эстер почему он предлагает Мартахая почему он возвышает Амана почему он разрешает Аману устроить погром почему он разрешает Мартахаю не дать совершить прогром почему Мартахая все поддерживает потому что слухи ходят там всякие разные его положения при дворе историю совершает Аман пьяный царь вот это очень важно она эта история она неизменная что скреплено что написано именем царя и скреплено печатью царя да восьмая глава то не отменить мотивы царя очевидны всюду довольно пошлые довольно приземлял результата результата по поводу мотивов и действий можно забаскарить можно анекдоты рассказывать как книга эстары делает зато результатов нужно бояться потому что указа погрома баир баир вагамелах вагаман ешвуй листук да а царь и аман сели пьянствовать а город шошад пребывал в смятении навоха да но можно бояться но когда вдруг вам говорит мидраж и этот мидраж он точен и это абсолютный пшад царь всевышний тот который царь книги эстер просто царь без указания который кодыш выход что за всеми этими указами стоит всевышний кто нам которые знают земную сторону этого остается только нервной хихик причем нервно потому что история страшная а в то же время то как она вершится ничего кроме смеха не вызывает а история она вот такая и как приличным людям нам остается только ну вот нервный хихик и главнейшая мораль которая здесь есть что ключевые моменты у всевышнего есть совершенно фантастическое орудие такая тяжелая артиллерия а именно пьяный цель он совершит историю разума в решениях не будет вот как нету регулярно в решениях царя Ахашвироша разума история будет история осмыслена при этом история как первая история она будет осмыслен потому что кольцо как известно кольцо Ахашвироша сделал для евреев больше чем все пророки это классический книги стар есть вещь историческая очень важная вещь которая не сразу заметна она чистая история евреи признаны самостоятельной общиной на территории империи не только в провинции Ягуд провинции Ягуд это иудеи а по всей империи они признаны отдельной общиной в собственном управляющем в начале Мардыхай потом эта должность стала называться Рейшгалута и она просуществовала извините до 1948 года это 1948 это и евреи евреи отдельная община евреи стали евреями объединенными не отдельные люди еврейского вероисповедания на территории Персидской империи а общиной эта книга Эстер она среди прочего незаметно нам рассказывает фундаментальный поворотный момент в истории еврейской общины Бавилона и всего мира потому что 98% евреев тогдашних живут именно на территории Бавилона не году от Куш то есть от провинции Индекуш это современный Афганистан от реки Инд это впадает Персидский залив но вокруг реки Инд естественно до Куш это ну Сомали Эфио это приблизительно по нынешним временам евреи живут вот на этой территории и вот этот вот пьяный царь который под диким причинам сотворил историю вот это некоторая вот теперь я не знаю считайте что это морал как к этому относиться я не знаю нервный хихик тот кто пытается в мировой политике искать волю правителей царей правильно делает любой историк обязан этим заниматься и нормальный человек должен все-таки пытаться отследить некоторую логику в действиях властей мира всего хотелось но всегда помнить про тяжелую артиллерию в виде пьяного царя вот это надо всегда помнить это тяжелая артиллерия в руках всевышнего где вдруг логика куда-то пропадает на подмостках мировой истории пьяный царь а последствия для истории ну вот в книге эстер еврейская община вавилона последствия на 2000 лет то что произошло 2000 сильно сильно ну вот это та сторона свитка которая считает для себя на данный момент важнейший ну вот где-то так я не буду сейчас рассказывать еще одну линию восстановления храма потому что она ну все равно нельзя все линии уложить сюда в один рассказ ну вот в этом смысле фарсовость книги эстер когда вы говорите о таких великих вещах как история совершаемая через пьяного царя ну иначе как форме фарса по-моему это рассказать нельзя ну вот где-то так да ну и понятно откуда идут курим шпили вот эти вольнейшие это понятно это сама книга истер к этому располагает то есть тот кто это вводит он глубоко понимает это не народное а если это народное приложение то народ регулярно понимает очень глубоко некоторые вещи чувствует не понимает чувствует вот это правильно но вот где-то вот так вот это то что я хотел сегодня рассказать мэр да скажи это еврейская идея что евреи управляют историей и вообще ищи евреев во всем или это это мы придумали это такую стуку или гой действительно царь например всегда ты пьяный царь и он как бы из-за этим он управляет историей он движущая линия смотрите вот кодыш и холь еще раз холь это пьяный царь да вот это которого мы видим кодыш это история которая творится руками вот этого выставленной куклой марионеткой на это сам то что евреи делают историю думаю что то есть не думают знаю что это легенда наоборот регулярно историю в смысле в большом смысле делают евреи не евреи извините а те кто его делают то есть гои решение принимают гои евреи некоторый очень важный индикатор того что происходит если вы говорите там скажем про Рава Кука про Рав Кук находится под сильным влиянием Кузари Руды Галеви читайте Кузари Руды Галеви могу если указать какие главы нужно читать есть такая линия истории связанная с евреем опыт мировой свидетельствует об одной интересной вещи если евреи откуда-то начали бежать значит там куда-то идется не туда это некоторый мировой опыт это не значит что вот сейчас но это признак что перспективы плохие у страны и краев евреи ли это делают нет нет и нет скажем в вавилонской общине наследницы персидской вот этой общине евреи 90% евреев занимаются сельским хозяйством они крестьяне просто евреи вот вы долго будете смеяться но в античном египте античный я имею ввиду династия птоломеев когда правило египтом до от птоломеев до рима ну и при первых императорах это все еще было римом ежели кто-то подпольно правит то это греки в том смысле что греческие купцы евреи не представляют силы купеческой в Египте а представляют силу военную как это ни странно евреи в Египте приглашены в качестве военных наемников и поселение на острове Элефантина город Ев такой вот остров Ев это по-египетски по-древнеегипетски слон элефант да слон греческое слово это слово есть в еврите слово ев как-то ни странно в слове шенгав зуб слона это комбинация еврита с древнеегипетским значит то на Элефантине находятся колонии еврейских солдат вышедших в отставку вообще в Египте понятно что наемные солдаты не являются теми кто творят историю творят историю скорикупцев потом евреи набирают некоторую силу купеческую тоже но уже в римские времена дело в том что это опять мало известно что евреи были корабелами которые поставляли хлеб из Египта в Рим и это очень мощная община именно корабелов и матросов но опять евреи прекратили быть крестьянами в Европе где-то приблизительно в веке восьмом какой правительств что вы имеете ввиду вы о чем нет нет евреи не правили историей практически никогда российская история это отдельная часть история начала Советского Союза точнее российская история начала Советского Союза где евреев в правительстве было непропорционально много связано это с возьмите пропорцию не населения не процент еврейского населения от общего населения а процент образованного населения и количество евреев которые почти поголовно образованы по крайней мере читать писать умеют на двух языках по отношению к образованному русскому населению вы поймите откуда евреев так много в правительстве в начале советской власти но это такой редкостный эксцесс где евреи вот были советской власти в начале приглашены как грамотная часть населения их непропорционально по отношению к населению много в начале советской власти нечто подобное было в Польше где-то в веке 13-14 но туда евреев пригласили как ремесленников и купцов специально чтобы занять эту нишу потому что Польше это была проблема связанная не буду рассказать с чем либо человек не мог заниматься ремеслом и купеческими делами потому что он крепостной либо потому что он дворянин а поэтому ему не вместно этим заниматься поэтому искали ну что-то что займет это место пригласили евреев и поэтому некоторые возможности евреев Польши опять это эксцессная некоторая вещь связанная с историей Польши но я не вижу чтобы евреи скажем имели большое влияние на Германию на историю Германии более того когда вы видите большое количество евреев в Германии скажем ростовщиков то всегда учитывайте что евреи регулярно будут просто вывеской а истинным хозяином заведения был какой-нибудь епископ или кто-нибудь власть придержащий потому что вообще заниматься ростовщичеством в Германии было запрещено почти по всей Германии а евреям можно поэтому к поводу нам нужна вывеска и евреи чем-то правят это очень сомнительно поэтому я имею в виду это неправильная формулировка моя что евреи творят историю но если мы посмотрим то они стоят что все народы те цари эти цари эти государства действительно каким-то образом исчезают а евреи все время я понял о чем вы говорите есть вещи которые я не люблю говорить вслух но ты равно как автор книги он эту сторону вслух не сказал по-моему будет некоторой наглостью сказать что результат второй мировой войны европейской я имею в виду части европейского театра военных есть не японского не азиатского а европейского отечественной войны да правильнее будет если мы говорим о европейской части этой войны что победила та сторона которая защищала евреев и что ляг фишка наоборот кто защищал бы евреев кто нет то еще не факт что выиграла бы та сторона которая выиграла но это как раз тема книги Эстер это подводная часть всей этой истории вот сказать что это история именно так я не могу потому что я интеллигентный человек воспитанный на книге Эстер такие вещи вслух не говорят такие вещи можно намекнуть можно ухмыльнуться можно нервно хихить можно залезть под стол кстати что страшно но вот сказать это вслух я не могу я боюсь такие вещи произносить окей да Эстер Элла понятно о чем я говорю вот есть вещи которые вслух мне кажется что я понимаю конечно что есть вещи которые вслух говорить неправильно да да понимать правильно а вот понимать это нужно ну да да ну вот так да слово творит я не имела ввиду что они как бы задумали это и мы там да да совсем нет я не подговорили человек он пошел завоевывать мир да спасибо спасибо мэр если можно если можно не хочу уводить далеко в сторону ну вот такой немножко вопрос в сторону скажем культурология что ли я читал в свое время некоторую статью это по-моему была статья Рамон или что-то такое на тему сравнения Пурима да в свете карнавальной культуры средневековья ну и там как бы по книге Бахтина или Бахтина не помню как это правильно говорится кораблей и так дальше так вот вопрос да так вот вопрос вот какой значит понятно что если ты смотреть как бы на общий антураж то две вещи про которые ты говорил первая вещь что вся антрибутика Пурима как праздника празднования она совершенно выпадает из всех остальных праздников абсолютно маски питье сумасшествие и так дальше правильно выражается тема как бы карнавал Хануху так же не праздную правильно хотя там тоже как бы война победы все просят Пурим как совершенно отдельно окей и понятно что по этому признаку это очень сильно не ложится в еврейский канон но это очень здорово ложится в европейский канон средневековья скажем в карнавальной культуры вопрос я не хочу естественно начинать сравнивать вопрос исторический с точки зрения когда евреи начали праздновать действительно ли может быть такое соотношение между тем когда евреи начали праздновать в таком виде и действительно средневековье маски там и так дальше давайте так пьянка в Пурим зафиксирована в Талмуде история Рабизейра и Рабазавида Рабизейра и Рабизейра и Рабазавида История о хорошей такой тяжелой пьянке в Пуриим, она прям в том будет зафиксирована. Дальше. То, что Восток не знает театр, по-моему, известно сегодня всем. Шутка, тот, кто читал Борхеса, помнит, как арабский комментатор, у него есть рассказ по этому поводу, как арабский комментатор пытается прокомментировать, читая Аристотеля, комедии и трагедии. И кончается это тем, что он пишет, что трагедия – это высокие оды, а комедия – это поносительные стихи. Потому что арабский мир не знает театр. Вот как он должен понять бедного Аристотеля, Аристотеля, который знает театр. Как может понять араб, который театра не знает? Он вообще не знает такой, чем театр. По этому поводу он как-то переводит на свой язык. Значит, поэтому понятно, что в Таумуде театра нет и быть не может. И постановки Эстер в виде фарса там нет и быть не может. По форме это скорее близится. Не слышно. Кто-то говорит, я не слышу. Да, слышно. Понятно. В этой части понятно. По этому поводу появления евреи знакомятся с театром, когда они появляются в Европе. Когда они узнают театр, пожалуйста, евреи в Риме, в городе Риме, например, у Марциала, такой поэт римский, в основном эпиграммы писал, мы находим некоторую эпиграмму на актера римского театра, который был евреем. То есть евреи римские, вот эти пять родов еврейских в Риме, ну, больших, знатных родов, типа Дель-Росси, которые там появляются со времен Тита, Веспасиана, со времен Веспасиана, вот эти вот рода. Они с театром знакомы, они знакомы с театром Риме. И мы видим опять по эпиграмме Марсала, мы видим, что евреи там вполне освоились и выступают в театре актерами. Значит, понятно, что вот все эти мероприятия, да, и все эти театральные мероприятия, возможно, вот они идут из Италии. Это тоже не тайно. И в Германию они попадают из Италии. То есть Италия как центр культуры, который потихоньку это переносит туда дальше. По этому поводу евреи, европейские, только европейские евреи могут понять Пуриншпиль. Потому что восточные, еще раз, театра не знают. Поэтому никакого Пуриншпиля в них нет и быть не может. Карнавалы, то же самое, это европейская традиция, которая очень хорошо ложится на книгу Эстер. И закрепляется именно в средневековом, именно в средневековье, когда евреи познакомятся. Я не буду сейчас проводить исследования, но перечислять исследования, я отправлю книги Беловой, такая есть, фольклорист и этнограф, основной этнограф, она, о том, и это очевидно всем, что евреи, где бы они ни жили, перенимают бытовую культуру того народа, среди которых живут. Бытовая культура – это одежда, еда, еврейская кухня – это немецкая кухня, ну, такая, в некоторой вариации, но вариации немецкой кухни одежда. Смотрите, эти харидим – то, в чем ходит польская, ну, восточная Европа, причем, передовая моды 19 века в зависимости от местности и времени, когда они фиксируют это. То же самое относительно музыки. Хасидская мелодия, то, что она связана с восточноевропейской мелодикой, но это, по-моему, доказывать даже не нужно, да? Это очевидно. И нам приятно это нашему слову. По этому поводу, естественно, переход в Туримшпиль, появление Туримшпиля и карнавала, связанное с Турим, это европейское, конечно, явление. То, что оно великолепно ложится в книгу Эстер, это тоже очевидно. То есть, как бы, в данном случае обычай выражает то, что в книге, мы видим, мы чувствуем книгу и выражаем это через обычные свойства и той культуры, в которой мы живем. То, что куча народу пытается что-то сказать, что мы это заимствовали, вместе с кухней, одеждой. Любимая респонса итальянских, итальянская респонса, которая на всю жизнь грезла с память. Рэбе, скажите, пожалуйста, можно ли евреям носить горьскую одежду? Ответ. Да, конечно, мы ничуть не хуже их. Это итальянство. Итальянские евреи, канторы, регулярно заходят в католические церкви, чтобы послушать, какая музыка в моде. И если вы слушаете там еврейскую музыку, не нигунную, хасидскую, к которой мы привыкли, а хоральных синагог, где нигун запрещен, кстати. Нигун в хоральной синагоге запрещен. Там должна быть музыка. Вот. Вот в московской синагоге как-то при мне сидел человек, который хорошо разбирается в музыке и на слух определяет. Он говорит, что где-то в хоральной московской синагоге процентов 30 мелодий, которые пели, это Чайковский и Вагна. И что все сидящие воспринимают с удовольствием. Мы на вот этой европейской классической музыке воспитаны. Когда я время от времени показываю приятнейшее звучание невеликих композиторов произведения на псалмы, а их много и куча композиторов писали, то это звучит очень приятно на, ну вот скажем, мой слух, потому что я немножко воспитан на классике. Это нормально. Мы заимствовали. Это наша культура. Вот это музыка, это театр и так далее. Это еда, это одежда. Это наша культура. То, что мы при этом в этой культуре сохраняем какое-то своеобразие, вот это интересно. Таким образом получается, что полностью перенимая культуру стола, скажем, кухни, мы делаем подпавки на еврейский быт. И все равно еврейская кухня немножко отличается от общепринятой. Таким образом чувство юмора должно быть совпадать в евреев с окружающими народом. Равно как, например, совпадают, легко доказать, совпадают верования о чертях, домовых и прочих таких элементов. Называется, ну, не буду научных термин. Это нормально. Но каким образом у нас это, выяснили, что все время идет какая-то поправка. Почему еврейский анекдот... Поправка на евреев? Почему еврейский анекдот, как его не выкручивает, все равно, даже если его пытаться заменить Сару на Машку, все равно слышно, что этот анекдот про Машку еврейский анекдот. Равно человек сразу с формой определяет, что это еврейский анекдот. И попытка перевести анекдот про Машку на Сару выясняется, что не проходит. Потому что это не еврейский анекдот. Почему? Потому не зная теории, доказательств, нам надо знать теорию, некоторые филологические теории, чтобы доказывать такие вещи. Но все слышат без всяких теорий, что это так. По этому поводу вот как раз что любопытно, это как преобразуется вот текущая низовая культура, я назову культуру повседневности, давайте с такой тем, бытовая культура. Как она преобразуется в еврейские виды? Как она сохраняется в еврейском виде? Это любопытно. А то, что она заимствуется, но это очевидно, Но это очевидно Она не может не заимствоваться Она Как? Вы что думаете? Вот Штраймал, это что по-вашему? Это евреи решили Почему-то закрепить дворянскую шапку На века польскую И говорят, евреи всегда в Штраймал ходили Ну да, когда Машарабейн пошел На гору Сина и взял Штрайм По этому поводу Я не понимаю, почему-то Да, это Некоторые вариации на тему Европейских вещей Абсолютно точно Послушайте ныне модную музыку В Израиле Арабы да турки на слух Окей Хорошо Господа и дамы У кого-то есть еще вопросы? Ну хорошо Значит осталось только отпраздновать Да, ну всем Приятного Пурима Спасибо огромное Хорошо Пурим самое Суротто вот Всем счастливый пока Спасибо большое Помните об Амалейке и веселиться Пока Пока